Всем привет! Это Татас Драйв ТВ. Сегодня у нас LeFan X70. Эта машина вроде как новый флагман, вроде как преемник или не преемник модели X60, но создана на той же самой платформе. Но, конечно, с изменениями. Под капотом двухлитровый двигатель, они 1.8. Есть версия двухпедальная с вариатором. Дорожный просвет у нас увеличился до 195 мм. И кузов стал немножко шире. Полного привода, как и прежде, недоступно. Но, разумеется, со сменой модельного ряда машина стала дороже. Так вот, мы решили выяснить, стоит ли эта машина новой доплаты, новой цены. Итак, LeFan MyWave самой дорогой комплектации Luxury радует бесконтактным доступом в салон, запуском двигателя-кнопкой, кондиционером с таким большим шикарным пультом. Правда, вообще здесь нет никаких цифр, по которым можно было бы хотя бы приблизительно узнать, какую температуру ты устанавливаешь или настраиваешь. Также у LeFan X70 есть круиз-контроль с ограничителем скорости. И, конечно, шикарная, богатая мультимедийная система. Вот прямо хочется и уже не мультимедийной системой называть, а планшетом. Ну, если бы был упрощенный или нормальный доступ к операционке, то действительно это был бы планшет. А так, богатая, удобная, хорошо работающая мультимедийная система. Экран весьма качественный, контрастный, с хорошим откликом, с хорошей картинкой. В общем, по сравнению с предыдущим, кроссовером моделью X60, LeFan X70 уже конкретно радует тем, что, садясь в этот интерьер, не ощущаешь себя владельцем или водителем конкретно бюджетной китайской машины. Здесь качество материалов подросло, хотя по-прежнему пластик такой жесткий, простройка под кожу как бы слегка увеличивает его стоимость, да, в глазах потенциальных покупателей. Вставки вот эти под металл тоже качественные, хотя у отечественного, у белорусского Geely Atlas там вот этот пластик прям вообще очень здорово имитирует алюминий. Ну и, в общем, все хорошо в салоне LeFan X70. Посадка, по мне, стало гораздо лучше, потому что за рулем LeFan X60 я, честно, ну, больше получаса провести вообще никак не мог из-за того, что не мог там и толком устроиться. Мне там и педальный узел не нравился, и кресло. Здесь все хорошо. Не знаю, как они, не меняя платформу, добились такого. Бардачок небольшой, вот такой вот пластиковый пенальчик, но его крышка оснащена микролифтом. Рулевая колонка регулируется только по углу наклона. Кресло такое порадовало хорошей боковой поддержкой, но действительно есть. Это действительно боковая поддержка, хотя размер кресла такой не самый большой, но, в общем, сидеть удобно. Также атрибут максимальной комплектации лакшери – это электропривод водительского сидения. Ну, электропривод здесь только вверх-вниз, вперед-назад и нахлон спинки. Задний ряд LeFan X70 очень просторный, по сути, как и у его предшественника. То есть, здесь место, как в машине, как в кроссовере C или D-класса. То есть, место просто уйма. Это кресло, правда, отрегулировано под мой рост. И вот такое вот запасище по коленям. И, на самом деле, это все, что можно рассказать о заднем ряде LeFan X70. Потому что здесь пропала, по сравнению с LeFan X60, пропала регулировка угла наклона спинки. Нет никаких воздуховодов, нет плафонов, нет ничего. То есть, ну, спасибо, есть кармашки для каких-то там вещей. И центральный тоннель здесь очень низкий. И сам диван для взрослого пассажира установлен как-то низко. Хотелось бы чуть-чуть повыше его. И от этого, получается, посадка такая, ну, не фонтан как-то весь расползаешься, да. Нету такого вот ощущения, что сел и зафиксировался в кресле. Поговорим о багажнике LeFan X70. Благодаря такой огромной надписи на задней дверке LeFan уже никто не перепутает. Да и наклейку RAV4, а я видел наклейку RAV4 на LeFan X60, сюда уже никто клеить не будет. Потому что так понятно, что машина китайская. Так, мы специально запылили багажник, чтобы проверить, насколько сильно или не сильно грязнится клавиша отпирания. Расположенная очень низко вот здесь вот. Ну, вроде бы, вроде бы пережила. На это сильно много пыли здесь не зацепилось. Так, крышка задней двери невысоко поднимается. Мой рост 182 сантиметра. И, ну, ладно бы невысоко поднималась. Но вот этот краешек очень такой острый и хорошо прилетает в макушку. Так, объем багажника 419 литров, как обещает производитель. Да, багажник широкий, просторный. То есть, я думаю, по максимуму здесь использовано пространство в нем. Эти... Облицовка арок небольшая. В подполье багажника запаской на стальном диске 16 дюймов. 215 на 65 R16. То есть, это базовая обувка для LeFan X70. И, говоря о трансформации, спинки практически укладываются в уровень с полом. Правда, предварительно нужно поставить на попа сидушки заднего дивана. В трансформации получается интересный момент. Мы, правда, уже все переклеили. Но вот эти вот липучки, зафиксированные за пол багажника, поднимают этот самый пол багажника на самую верхотуру. Такой нюанс. Ну, в принципе, багажник по размеру достойный и, на первый взгляд, ну, побольше, чем у конкурента, у того же Каптюра. Работая на холостых, новый двухлитровый двигатель. Новый он, как бы, для кроссовера LeFan. Не выдает себе, как бы, вибрации, посторонними звуками, шумами. Но вот, когда трогаешься, первое впечатление о машине очень хорошее. Легко тронулось, правда, сцепление схватывает в самом низу. Это я, как бы, отметил для себя, когда первый раз сел за руль, LeFan X70. Подвеска вот как-то жестковато работает, даже вот съезжая с такого минимального, это даже не бордюра, просто такой вот стык двух дорожных полотен. LeFan X70 как-то жестковато отрабатывает, хотя, ну, о какой-то тряске говорить пока не приходится. Просто вспомню, что у LeFan X60 подвеска была во всех смыслах гораздо более такая энергоемкая и переваривала неровности практически любых калибров. Так, светофорная гонка за рулем LeFan X70. Ах, конечно, пока, наверное, пока это не обкатанный двигатель. Крутить его выше даже 3000 оборотов неприятно, потому что шум сливается с лишними вибрациями и, в общем, получается просто дискомфортно, в первую очередь для слуха. Кроме того, водитель LeFan X70, который не эксплуатирует эту машину долго, обнаруживает, что он как будто разучился переключать передачи. Дело в том, что вот первая, вторая и слышно двигатель как будто порыкивает в тот момент, когда ты выжимаешь сцепление и нажимаешь на газ. Мы тут попытались разобраться с этим вопросом и пришли к выводу, что, наверное, из-за каких-то там нюансов управления двигателем обороты просто очень медленно падают. То есть нажал газ, отпустил его, даже на холостых стрелка, и это акустически слышно, а двигатель очень неторопливо сбавляет обороты. То есть вот эти шероховатости, да, плюс там кое-какие мелочи создаются впечатления машины, которую нужно после покупки слегка обработать с напильником. То есть, да, есть такие шероховатости, но по сравнению с LeFan X60 здесь все гораздо лучше. Конечно, машина пока далека от идеала, но по сравнению с предшественником все стало четко. Еще, как прерогатива версии лакшери, 18-дюймовые колеса, причем широченные, 225-й ширины, низкопрофильные, профиль 45-й. И вот из-за этих колес как-то теряется и плавность хода, и, кроме того, при езде по трассам, где накатана колея, машина очень чувствительна к этой колее. Ощущаются как бы паразитные усилия на руле, то есть я бы просто так вот порекомендовал, наверное, колеса 16-е ставить на эту машину. Тем более, что запаска-докатка здесь именно 16-го диаметра, вот, мотор порыкивает. Еще на что мы обратили внимание, это когда на то, что спидометр здесь врет в большую сторону. Километров на 10 в час он обманывает при езде в трассовых режимах, то есть едешь как бы по спидометру 90, там 100, а тебя все опережают. Потому что по факту ты едешь километров там 80, даже где-то 78, вот такой вот нюансик. Например, сейчас еду в городском потоке, на круиз-контроле выставил 55 км в час, а стрелка спидометра показывает четкие 61 км в час. Новый двухлитровый мотор мощностью 136 сил, мощностью-то и не впечатляет. Даже при трогании с места требует, чтобы водитель подгазовывал. Даже если подгазовываешь недостаточно, вот чувствуются такие вибрации, срывы на детонацию, да. То есть тысяч до полутора у него там что-то ни мощности, ни момента. Так, разгоняюсь в трассовом режиме, вторая передача, ооо, ах, вибрации, от которых хочется избавиться напильником. Ну, напильник тут, конечно, не поможет. Ну, разогнался 100 км в час, должен сказать, что какой-то фоновый шум, шум качения покрышек не бросается в уши, да, не режет слух. И в целом, вот, если закрыть глаза на эти все вибрации, на неяркую мощность мотора, то LeFan X70 производит впечатление гораздо более такого осмысленного и современного продукта. И давайте в этом вот, в трассовом режиме проверю, покажу вам, обманывает или не обманывает круиз-контроль. Вот выставлю по круизу 100 км в час, а стрелка спидометра аналоговая показывает почти 110. В трассовом режиме радует и четкость руля, то есть, нулевая зона очень четкая, и отклики автомобиля, вот, отклоняешь руль, и LeFan X70 бодренько, так энергично и собрано сменяет полосу движения. В общем, над шасси поработали, но сейчас я вам расскажу об этом подробно. Конечно, 18-дюймовые колеса для LeFan X70, для его шасси, это, конечно, перебор. Как нам показалось, именно на бетонной дороге проявляются такие недостатки, недостатки, которые есть у шасси LeFan X70 из-за больших колес. То есть, вот здесь вот все эти мелкие поперечные стыки, какие-то трещинки, ям выбоин здесь нету, да, но все вот этот микропрофиль полотна, он как-то нарочитый, такими вибрациями проникает в салон. Ну, другими словами, плавность хода у LeFan X70 Luxury далека от Luxury, а вот шасси, шасси подсобралось у этой машины, то есть, крены стали гораздо меньше, но на баранке, на рулевом колесе абсолютно никакой обратной связи, то есть, в соответствии скорости виражу или не в соответствии скорости виражу, водитель LeFan X70 как бы понимает и ощущает только вестибулярным аппаратом. Поворачиваю и вот на руле вообще ничего, он настолько охотно, надо тебе довернуть, вот поставить колеса плугом, и ты это сделаешь, потому что нет на баранке усилия обратного, он, руль вообще не нагружается никаким усилием в виражах, то есть, хорошая легкость вращения сохраняется. На проселочной дороге LeFan X70 ведет себя хорошо, валкости нет, избыточной мягкости нет, но вот упругость такая, она по-европейски приятная, то есть, вот даже в таких моментах, когда машину на ухабах колбасит сверху вниз, LeFan X70 не растрясает пассажиров, и вот тут вот как бы требование о том, что хотелось бы иметь колеса поменьше, отпадает. В общем, по большому счету, по проселку, там где нет каких-то стыков с острыми краями, LeFan X70 хорошо едет и на 18-х колесах, то есть, вот такие вот поперечные канавки, машина проходит неплохо, то есть, избыточной мягкости, валкости нет, но и такой неприятной тряски тоже не возникает. Еще у LeFan X70 по сравнению с моделью X60 и дорожный просвет больше, то есть, здесь 195 мм, по данным производителя, и я вам скажу, что передаточные числа в коробке передач подобраны просто нормально. Напомню, что у LeFan X60 была целая проблема, там передача первая была длиннющая, и это как бы сказывалось и на разгоне, и на проходимости машины, то есть, в затычных таких местах, где там, не знаю, или крутые подъемы, или LeFan X60 просто помирал, да, не мог толком тронуться, а вот LeFan X70 едет гораздо более уверенно, то есть, в горку LeFan X70 трогается гораздо более уверенно, хотя, опять же, подгазовывать и подгазовывать нужно. И вот, добавочный дорожный просвет позволяет ехать по всем ямкам. Так, шлеп, поднялись, подвеска нормально отработала, тут такая канавка по жести, ну да, объеду ее, это уже как бы не по зубам клиренсу LeFan X70. В общем, вот в таких вот, ну не то, что прям в внедорожных условиях, но в условиях со сложной дорогой, где многие легковушки просто цепанут, там, или бампером, или днищем, LeFan X70 чувствует себя просто нормально и уверенно. Так, проверим жесткость кузова, раз уж мы в таких внедорожных условиях. Так, задняя дверь открылась вообще без проблем. И сейчас захлопываю. По-моему, без нареканий. Все хорошо, пойдем к дверям. Так, водительская. Тоже без вопросов. Без вопросов. Колесо висит, видите, все. Вот здесь вот чуть-чуть что-то такое. Вот в этом моменте шероховатость появилась. При запирании эта дверь. Без вопросов. Так что жесткость кузова у этого китайского автомобиля на высоте. Ну что ж, подводим итоги. И так, в самом деле, машина подорожала, но она и похорошела. Улучшилась шасси, шумоизоляция, оснащение автомобиля. Ну, салон трудно было сделать больше. Он и так огромный. Однако, даже на фоне многих других китайских автомобилей, вышедших в этом году или недавно, у LeFan X70 есть некоторые шероховатости. Я думаю, что компания LeFan за устранение этих шероховатостей попросит новую доплату. Правда, произойдет это с новой моделью и через пару лет. Ну, а пока LeFan X70 однозначно нормальный вариант за свои деньги. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...